МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Москве продолжил свою работу 24-й съезд КПСС. С докладом об основных направлениях развития народного хозяйства СССР и новом пятилетнем плане выступил председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Делегаты съезда единодужно одобрили проект развития народного хозяйства на ближайшие пять лет. В этот же день истек контрольный срок возвращения на базу туристов из Минска. Девять опытнейших спортсменов, покорявших уже вершины Кхебин, Кавказа, Тяньшани, исчезли в Саянах, не вернулись на базу и не вышли на связь. Почему? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1957 году на фестиваль молодежи и студентов съехались в Москву, как пелось в песне «Дети разных народов». И молодежь страны Советов убедилась, что другие страны существуют не только в учебниках географии и на почтовых марках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но вокруг СССР железный занавес, который преодолеть советскому человеку почти невозможно. Зато в нашей стране необъятные просторы, горы, сопки Сибири и Дальнего Востока, стремительные реки и чистейшие озера. В конце 50-х увлечение туризмом стало повальным. Молодежь в романтическом порыве отправилась осваивать необъятные просторы нашей Родины. Была возможность в большой, красивой стране поехать в любую точку. И поехать... И это было доступно. Это было доступно материально, это доступно было организованно. Но самое главное – это была инициатива людей. В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов, отчего-то застываем в теплом доме и уходим отогреться на морозе. В это же время в нашей стране возникло необычное явление – авторская песня. Создатели и исполнители стали называть на французский манер «бардами». Явление это не укладывалось в идеологические стандарты. Появление авторской песни вполне объяснимо. После долгих лет сталинского режима страна, наконец, вздохнула с облегчением. Из лагерей возвращались невинно осужденные. В стране всеобщий энтузиазм и надежда на перемены к лучшим. Поэты вышли на площади. У памятника Маяковскому в центре Москвы выступали молодые Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. Явление становилось массовым. Тысячи людей начали писать стихи и напевать их под гитару. Расчет в авторской песне на то, что вас беспокоят те же проблемы, те же мысли. Как и мне рвут душу несправедливости и горе людское. Эпоха диктатуры Сталина закончилась. И вот эти шестидесятники, мое поколение, начали спокойно, учитывая еще, что был и Высоцкий, начали спокойно даже сочинять и стихи, и песни. Появились первые бытовые магнитофоны. Песни бардов переписывались десятки раз, до неузнаваемости искажая голоса авторов. Но даже в таком виде они были необычайно популярны. Висборг, Городницкий, Кукин, Высоцкий. Появились свои авторы и в Беларуси. Самый яркий – Арик Круп. Арон Яковлевич Круп. Арик. Родился в 1937 году в Даугавпилсе в семье интеллигентов. После службы в армии окончил Ленинградский институт киноинженеров. Был распределен на Минский механический завод имени Вавилова. Жил в заводском общежитии. Автор повести и более ста песен. Ну что за мода повелась? Куда же смотрит наша власть? Пора такие штуки запретить. На вироже можно упасть. Спортный винтарь и ноги хрязь. За что ж тебе повеледню платье? А я и спорить с ним не стал. Я думал о других местах, где склоны покруче и длиннее. Где снег под лыжами поет, где спуск со склона. Как полет, который детям видится во сне. Это, Смакар, да. Это, Смакар, нет, это крупче, крупче. Алик Круп был в группе туристов, которая отправилась покорять Саяны в марте 71-го года. К этому времени Круп был уже опытным туристом. Участником походов пятой категории сложности. Мы были с Крупом три раза в горах. И как бы там ему тяжело. Он не очень физически крепкий парень. Но зато душа у него крепкая, мощная такая. И вот, несмотря на то, что усталость у всех, разожгли примус. Скипятили чаек. Выключили примус. И Алик всегда брал гитару. И минимум полчаса, а то и час, когда по настроению. Вот, слушали, разговаривали, обсуждали. В основном он пел и говорил. Песни самого Крупа знали наизусть и пели все белорусские туристы. Все леса, леса, леса в Белоруссии. Да погода по девчоночке капризная. То озера, то болотца, будто бусины. Там на ниточке реченочек нанизовы. Выбор маршрута Восточный Саян, а именно так, Саян, был сделан не случайно. Саяны горы не такие уж высокие, но по описаниям красоты непередаваемой. Однако коварны, таят опасности. В Минске сформировалась группа туристов, одержимых этими горами. Михаил Корень, 34 года, инструктор по туризму, руководитель группы. Арик Круп, 34 года, инженер-оптик завода Вавилова, первый разряд по лыжам. Анна Нехаева, 33 года, радистка штаба армии ПВО. Александр Фабрисенко, 29 лет, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Игорь Корнеев, 40 лет, кандидат в мастера спорта по горному туризму. Федор Гимеин, 33 года, инструктор скалолаз. Александр Носко, 33 года, мастер спорта по альпинизму. Вадим Казарин, 23 года, первый разряд по лыжам. Владимир Скакун, 33 года, первый разряд по горному туризму. У двоих Казарина и Скакуна были любительские кинокамеры. После трагедии, которая случилась с группой, пленки пролежали подо льдом полтора месяца. Изображение должно было смыть, но этого не произошло. Кадры уцелели. На них лица участников и история похода. Маршрут, который выбрала группа, был не просто увлекательным и интересным. Им предстояло пройти загадочный перевал Тафаларский ключ и подняться на пик Грандиозный. Названный так не случайно. К тому же, это был необычный поход. Белорусские туристы включились в борьбу за победу в первенстве СССР по туризму. Они вот хотели именно выиграть вот это престижное соревнование. Все-таки патриотическая жилка была. И вот люди действительно хотели как-то выиграть, чтобы Белоруссия могла завоевать одно из первых мест. В начале 60-х страна узнала имена поэтов и писателей новой волны. Аксенов, Ахмадулина, Солженицын, Галич. Они увлекли своим творчеством тысячи простых граждан, которые раньше о поэзии не помышляли и стихов не писали. Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого массового поэтического движения. Именно в эти годы, с 60-го по 70-е, родилось большое количество самых знаменитых бардов. Кукин, Клячкин, Висборг. И находили какую-то отдушину костра, оценка жизни. Все это через песни проходило. И это осталось на всю жизнь. Мы до сих пор любим эти песни. Мы в них не живем, потому что в них наша юность, наша жизнь, которую трудно забыть. Арик Круп, выпускник Ленинградского института киноинженеров, был направлен на Минский завод имени Вавилова. Здесь выпускали оптику высокого класса для советской авиации и космоса, для военных машин и детских игрушек. Писать песни начал в 59-м. Поначалу о своих друзьях и о встречах с ними. Чтоб в поезд садиться, встречать самолеты. При встрече до рыжей зари говори. О чем говорить? Да так. О любви, о предательстве. О романтике дальних странств и о красоте белорусских лесов. Эти песни мало напоминали бравурные марши и патетические песнопения, звучавшие на торжественных концертах. В песнях Крупа все было просто, но честно и откровенно. А без этого авторская песня невозможна. Московские шестидесятники в то время дали толчок, так скажем, и минским шестидесятникам. Эта песня пришла и в Минск, но пришла она на кухне. Гитара, чай, кофе, песни. Но они стали поднимать более серьезные темы. Вот как раз этого и боялся в то время официоз. Решили наверху так, что пусть поют, но это будет под каким-то контролем, и это можно будет как-то проводить через некую цензуру, тексты. Ну, влиять, в общем, на этот весь процесс. Мы знали людей, которые находились в зале, в первых рядах, и они внимательно слушали. Но видно было, что они там находятся по долгу службы. Поначалу официальная власть бардов как бы не замечала. Пусть аполитичные ветры странствия, все эти алые паруса, поездки за туманом и за запахом тайги, отвлекают молодежь от унылой реальности, от скепсиса. Поэтому петь бардам разрешали. Но только в своих трудовых коллективах, в студенческих клубах и только уже опубликованных. Из-за этого, утверждая репертуар, барды зачастую ссылались на номера несуществующих журналов и пластинок. Поскольку возникли трудности у этих ребят, которые пели на кухнях, партия решила поручить комсомолу, а комсомол решил пригреть у себя на груди. Вот это все как бы движение. И осенью прошел фестиваль, но уже в рамках нового этого объединения клуба песни «Купалинка». Комсомол пригрел их и попытался поставить бардов на службу идеологии. Во всей стране создавались КСП – клубы самодеятельной песни. Проводились смотры, конкурсы, фестивали. Казалось, обуздать свободное творчество молодежи удалось. Из письма Крупа жене. Снега в этом году выпало очень мало. Это сводит почти к нулю лавинную опасность. Я приеду примерно 10 апреля. Природа Саян завораживает. У Крупа, очарованного горами, уже родился первый куплет новой песни. Саяны – это хвойный лес и белизна берез. Саяны – это синий вес и мартовский мороз. И в пасти черно-белых скал таблеточка луны. В то же время в том же районе Саян находилась еще одна белорусская группа, которой руководил Юрий Макаров. Они должны были встретиться в конце похода. Пурга началась неожиданно. Пошла Пурга. Поставили палатку, организовали ночлег. Грохот, лавины, как съеманные спички валялись, вот такие вот чуть не метрового диаметра кедры. Такие были мощные лавины. То есть в этом месте мы предположили, что как минимум 100 лет лавин не было. И вот эта непогода заставила группу Мишекорня сняться и идти к перевалу. Из записных книжек туристов. Снегопад. Видимость ноль. Почему-то все как пришибленные. После этого бесполезного, я открыто говорю, бесполезного подъема по одному ущелью, второму, значит, они уже были подавлены. И природа их доконала. Местные охотники-тофалары предупреждали туристов. Мы сидим дома, боимся лавин. Отряд Юрия Макарова пережидал ненастье в палатах. Мы были на грани катастрофы. Жалею, что не пошли на ледник. Бурга рушит планы. Но считаю, что руководитель поступил правильно. Провели на этом месте пять дней. А девятка Менчан все же пошла к Тафаларскому ключу. Ты прости, гони прочь тревожные слухи, А живых и здоровых у нас не скорбят. До весны мне всего лишь неделя разлуки. И всего лишь неделя зимы до тебя. Ход событий можно восстановить по записям в дневниках. Лавины. Карнизы справа и слева. Дела плохи. Пошел снег. Видимость исчезла. Очень тяжело. Тоскливо. Погода отвратительная. Погода отвратительная. В жизни мы сколько ходили на маршруты, мы не имели права и не могли написать такого. Погода отвратительная. В такую погоду не хватит. В такую погоду выживать надо. Но молодые ребята еще рвались. выхода практически не было. Кругом висели карнизы. Ну а согласно правил, что сказано? Три дня опурговал, значит, минимум два-три дня надо пережидать. И во-вторых, выходить рано утром, пять утра, когда мороз. Группа была собрана из случайных людей. Они опытные, каждый в своем виде. И они не были схожи. Они раньше не ходили вместе. Совершенно не ходили. И здесь собрали группу из сильных туристов, альпинистов. И вышли они на маршрут. Над перевалом нависал огромный снежный козырек. Позади, в долине, сошла лавина. Из дневника Александра Носкова. 24 марта. Мы в ловушке. Всю ночь бурга. Оттепель. Пока сидим. Но выбраться отсюда проблема. Снегопад продолжался до... Это последние кадры, которые снял Казарин. Дальше снимать было просто невозможно. Все терялось в снежной мгле. Из дневников участников похода. С утра одна за другой ревели лавины. Ветер не позволяет поднять голову. Пурга пытается остановить кровь в наших телах. Ветер до 10 метров в секунду. Видимости нет. Вот они вышли в 9 часов 50 минут. Так было записано у Корнеева. А еще до перевала было идти. Часа два. То есть они где-то к 12 часам подошли к перевалу, на котором висит карниз. То есть там их ожидало практически то же самое. Они шли все гуськом друг за другом. А впереди идущий шел где-то в пределах метра, двух, может трех. Короче говоря, это тоже совершенно не соответствует правилам техники безопасности. В случае чего гибнет вся группа. Так оно и случилось. Одна лавина накрыла всю полость и группу. Ветер бьется спиной о скалы. Ветер рвет у палаток фалы. Забавляется новой игрушкой. Мы в ловушке, да, мы в ловушке с домом бурга. Трагических мотивов в бардовских песнях идеологи не допускали. Не говоря уже об иронии по поводу советской действительности. Пока безобидно рифмовались ветры, километры, горы, просторы, их терпели. Но стоило уже знаменитому Юрию Висбору в 64-м сочинить и пропеть. Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей, как к власти отреагировали мгновенно. В типографии рассыпали уже готовый набор его книги. Ее опубликовали только через два года. Через два года после смерти автора. В 86-м. Были запреты, были. Где-то в эти же годы был огонек в Гомеле. Я тогда был там на практике. И когда мы над Канадой, над Канадой стали петь, хоть похоже на Россию, все же не Россию, нам запретили петь, поскольку зачем же Белорус? Березка – это российский атрибут. В чем здесь Канада? Это не наша страна, не наши идеологи. В конце марта в пяти с половиной тысячах километров от белорусской столицы в Саянах, после совершенно бесснежной зимы, три дня непрерывно мела страшная пурга. Но восемь человек, вопреки непогоде, двинулись к перевалу. Девятому Игорю Корнееву, как крепкому и опытному спортсмену, после ночевки поручили сложить и нести намокшую тяжелую палатку. Поэтому он немного задержался и отстал от группы. Дальше все произошло, как в страшном сне. Корнеев услышал зловещий шорох. Его сбило воздушной волной. Когда поднялся, все было тихо. Ровная снежная поверхность. Следов лыж не было. Значит, ребят накрыло. Корнеев попытался копать лыжи, хотя уже понимал, живыми их не найти. И все же копал четверо суток. А вы знаете, одному в тайге, одному походим, было 42 года, двое детей. Там с ума сойти можно за минуту. Из заключения группы спасателей. Корнеев воткнул на месте гибели ребят лыжу. Очевидно, нервное напряжение и холод вынудили его принять решение продвигаться к охотничьей избушке в Междуречии. Но в ней не было ни людей, ни продуктов. Корнеев был обречен. Звездный ковш описал полукруг. Вот и кончилась песня моя. Первый акт трагедии завершался. Начинался второй. Поиск пропавших. Наши лыжи у печки стоят. 8 апреля истек контрольный срок возвращения пропавшей группы. Между Минском, Москвой, Верхней Гуторой и Иркутском замелькали тревожные телеграммы. Ребят подождали там. Мы там тоже пожили где-то день или два, подождали. К сожалению, там, да, группа не подошла. Выждав контрольный срок, мы поняли, что что-то, наверное, случилось. Гибель сразу девяти спортсменов была первой массовой трагедией в истории советского туризма. 11 апреля прибыл отряд спасателей из Иркутска. 15 апреля прилетели меньшане, 12 человек. Погибли, это уже ясно. Первая группа, мы во второй были. Первая группа ничего не нашла. 27 апреля прошел месяц со дня трагедии. Их сменил второй отряд меньшат. И вот Иркутянин начал зондировать. Пока мы здесь сидели, Иркутянин вытаскивает красную ниточку. Я сразу говорю, что это, наверное, носко Саша. У носко Саша должна красная пуховка быть. Тогда комплекты из гагачьего пуха прибыли к пуховке в буревестник. Так как мы с буревестника, носко Саша я ходил, я... Поэтому у меня такая же пуховка красная. И вот мы эту красную нитку эти первую. Их откапывали одного за другим. Лыжи, сковавшие ноги, и палки, петли которых не давали освободиться рукам, сыграли роковую роль. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина от назадной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обохнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Как всякую лавину, бардовскую песню ни контролировать, ни сдержать было невозможно. Власти по всей стране не успевали реагировать на публичные, несанкционированные выступления. В Минске скандал. Общество книголюбов самовольно организовало концерт Владимира Высоцкого. В то время концерты часто проводили общество любителей книг. И один из таких концертов состоялся в Институте Белгиперсельстрой. Но расценки на концерты тогда были весьма скромные. И для таких авторов, как Высоцкий, это было довольно унизительно. Поэтому частично рассчитывались деньгами. А большую часть гонорара выплачивали книгами, которые в то время были достаточно дефицитны. Высоцкий согласился на такую форму расчета. Но позже организаторам концерта это стоило свободы. В прямом смысле. Председатель общества был осужден. Ну, в деталях я не знаю. Возможно, там были какие-то и другие промахи с работой общества. Но в том числе в вину поставили и организацию вот этого концерта, и расчет за этот концерт книгами. Здравствственно и идеологически это был какой-то выход официозной песни. В те времена это было и ново, и интересно, и злободневно. Это было неофициально. Все неофициально интересно. Но как запретить перезапись крамольных песен с магнитофона на магнитофон? Невозможно. Прочитаны скупые дневники погибших, проявлены их кинопленки, собраны записи песен Арика Крупа, факты трагедии изложили в актах, так, чтобы никого не обвинить. Руководитель и участники похода недооценили особенностей зимы и весны на Восточном Саяне, а также своеобразие и сложности снеговой обстановки. Арик, 15.00. Аня, 15.30. Саша, 16.00. Власти боялись скопления народа, манифестаций. И хоронили поэтому их отдельно, с интервалом, в полчаса. Понадобились деньги на памятник. Бардовская песня сыграла свою роль и тут. В Минск приехал Александр Городницкий, член Союза молодых поэтов, а потому один из немногих бардов, который имел право давать платные выступления. И, как говорится, под него в концерте приняли участие остальные. Борис Вахнюк, Сергей Стеркин, Юрий Кукин, Вихарев. Барды пели свое в память о своих. Памятник соорудили в виде гранитных палаток, в которых вечным сном спят их товарищи. А все-таки, все-таки хочется жить, даже когда окончательно ясно, что выдуманные тобой миражи скоро погаснут, скоро погаснут, гаснут, и значит, к началу пути снова ты брошен, а путь давно начат. Трудно, а все-таки надо идти. Хочется жить, невозможно иначе, хочется, хочется жить. А все-таки, все-таки хочется петь, даже когда в сердце песням нет места, только б не сдаться и только б успеть. Спеть свою самую главную песню, Ставь против горя свою доброту. Это, наверное, кое-что значит, пусть даже песня застрянет во рту. Хочется петь, даже если ты плачешь, хочется, хочется петь. Хочется, хочется жить.